всем доброе утро такой хороший замечательный денечек очередно намечается вот перед поездкой на работу решил записать очередное видео такой небольшой рассказ о том как я вообще попал на остров думаю что интересная история очень попал я в штаты 9 лет назад и жил на острове только последние три-четыре года четвертый год уже пошел до этого жил в ньюхемшери работал в мостотряде заработал очень маленькие деньги для штатов развелся первой женой почему развелся как жилец совсем другая история печально почти как хатика про собачку тоже слезки вышибет человеке позитивные о негативе рассказывать не хочется и вот в один прекрасный день после развода начал я злоупотреблять алкогольными напитками и обнаружился однажды на крылечке заднего двора с бутылкой легко воспламеняющихся состояние стояние а это у меня еще была girlfriend местная американка опять-таки тоже с ней разругался что-то там и не понравился не херозная как обычно американская женщина это вообще отдельное видео сниму про них это они должны идти вместе с мануалом как с ними общаться как с ними вообще насколько это ужасные люди и в общем как-то давно мне уже один работник на мосту мой служивец так соратник коллега но я говорил типа что ты здесь делаешь не хэмшире мол езжай в нинтаке там русских до хрена там что ты здесь делаешь короче потерял что здесь теряем если русский на весь нюхэмшир и в общем сидел я на крылечке бухой и понимал осознавал то что не для того мамка ягодку такую раздела чтобы сбухаться в нюхэмшире и собрался причем кинул все что необходимо в рюкзак это пара тросов там сменные джинсы пару маяк чистых какие были и чухнул с собой у меня было всего лишь 400 баксов так что рассказы про то что вам надо там многие миллионы чтобы начать с нуля ерунда все это приехал на остров что такое остров остров находится в штате массачусетс в нинтаке это называется кому интересно можете погуглить 21 21 милина по моему 7 миль ширина такой небольшой островочек выйдя с лодки новое место никого вообще не знал что происходит хрен узнает вот собой была палатка приехал поздно разбил палатку прямо на пляже поспал ночь с утра встал и пошел искать работу работу нашел тут же первая же стройка первая же стройка зашел спросил говорю где здесь менеджер менеджер там все американцы ну не американцы прозил и говорят все по-английски где менеджер там менеджер прихожу так и так но вот буду на тебя работать блин а вот ты там что ты знаешь вообще и тут спасибо черномазом один подходит там с анкером блин ну как эту штуку за я вам говорю но берешь дырку сверлишь вставляешь закручиваешь вот те все готовы все здорово и менеджер не остается блин сколько хочешь час я вообще цифру назвал балды 35 хорошо я говорю ну вот проблема только в том что у у меня инструменты горе сегодня хэмши остались ничего страшно у нас инструменты есть все есть давай вот тебе там пауч вот тебе все инструменты и работай так я три дня промежевал на пляже 300 баксов для острова отдельно это вообще копейки сейчас я это понимаю тогда я жил на бомжатниках кипятка нигде недостаточно можно было так хрустить потом после трех дней на пляже выяснил что на острове есть хостел чтобы хостел это общага не общага непонятно короче барак и такая знаете как казарма грубо говоря вот для туристов для пионеров тут местных скаутеров и пошел туда так и так мы объясняю что вот жилья нету пустите переночевать на две недели сколько можно отпустили на две недели заплатил я 75 долларов в и не оплатил как деньги появились это я потом уже к начальник подошел объяснил ситуацию и так и так мол денег нет можно там аванс взять с этим здесь все просто он говорит ну давай мне свои часы я те сейчас прямо заплачу так у меня появился как лишний копеечка начал кушать хорошо на острове нет ни одного фастфуда ни одного ни бургер кинга ни макдональдса ничего все ресторан и кафе ну соответственно цены и такие кусачи были для меня как для вновь привыше вот и так со временем познакомился на этой стройке с русскими ребятами и уже меня из хостела значит хотели выселить так как срок уже подходит а там больше определенного какого-то числа дней нельзя жить ну просто политика такая вот последний день я иду в даунтауне в центре города и вижу объявление весит так и так бейсмент аппарк ну то есть подвальная квартира на сдачу 175 долларов неделю взял позвонил показалось что я самый первый позвонил приехал снял эту хату ну короче как-то выкрутился теперь я здесь уже четвертый год друзья как друзья знакомые приятели дохрена работа навалом я все это к чему не бойтесь менять что-то в жизни если что-то не устраивает надо менять надо прям надо сесть на жопу и подумать а что я хочу хочу ли я дальше продолжать бухать как черт и работать за 15 долларов в час или я хочу что-то добиться чтобы не было стыдно домой вернуться и чтоб потом не слушать мы живем очень все зависит только от тебя хочешь поменять в жизни меня ничего страшного это они здесь есть уверенно в завтрашнем дня особенно когда в пригоршней мелочи в своем кармане со сдачи находишь монетки там 36 45 года значит что деньги не менялись аж с тех самых давних и старых времен то есть все стабильно вот по поводу того еще такая для меня это было дико по первости когда дойдешь в магазине а там кто-нибудь и хай хавай хочет да то есть у меня сразу мыслята наша советская российская что хочет сто пудовки дала чудо сейчас будет просить там просто спросил спросил просто приятен как человек поэтому и спросил на это отвечайте я живу мечту живу как во сне это сразу вызывает море позитива смех продолжение разговора ну то есть сто процентов вариант ни разу не слышал негативного ответа на эту фразу и соответственно спросить в ответочку дед как дела это все нормально во время пьянок там застолье в каких-то даже в кругу своих друзей и знакомых не говорите о трех вещах это политика религия и спорт тогда загулять будет просто супер класс говорить каких-то веселых историях женщинах мотоциклах машинах и все это прочие ерунде меркантильности тогда застолье будет супер будет отчет посмеяться чё вспомнить ну как-то так пока если что-то вспомню там в течение дня обязательно видео запишу выкину на канал всем привет мне пора труба зовет пока